Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и сегодня я бы хотел поговорить о супергеройской сериальной вселенной DC. Именно DC, потому что я знаком с их комиксами. Не всеми, но знаком, и имею более открытое видение происходящего, чем в той же вселенной Марвел. Сразу оговорюсь, это только мои мысли, и вы можете быть с ними согласны или нет. Итак, начнём. Я просто обожаю комиксы DC, а поэтому стараюсь по большей части смотреть все выходящие проекты по этой вселенной. Какие-то целиком, какие-то нет. И сегодня я бы хотел поговорить о сериальной вселенной, которая, к сожалению, не особо-то и радует. Но снова повторюсь, это сугубо лично мои придирки. Часть их я уже говорил в обзоре на Stargirl, но сегодня я бы хотел подойти к этому вопросу чуть ближе. А для этого я предлагаю пробежаться по сериалам этой вселенной. Сразу вычеркну из списка... Просто мне, если честно, и Бэтмен-то в целом не особо интересен. Чего уж говорить про его сайдкиков. Я посмотрел первую серию, мне стало скучно, я перестал смотреть. А стартуем мы с батьки Arrow Weurs'а. Стрелы. Стрела, в принципе, неплохой сериал. Про Бэтмена. Да, в комикса Холивер довольно забавный и весёлый персонаж. Не прям юморист и хохмач, но и точно не хмуромыш. А поэтому и сериал мне не особо зашёл, потому как я уже говорил, я не особо фанатею от Бэтмена. Хотя, сделая не сериал, придерживаясь оригинала, возможно, сериал бы меня и зацепил. Самым же близким по духу к оригиналу был четвёртый сезон. И вот тут мы подходим к главной проблеме. Ладно, мне не нравится подача в духе Бэтмена, но кому-то ведь нравится. И загвоздка в том, что сериал её придерживается только в общих чертах. А во всём остальном стрелу колыхало от жанра к жанру. Комедия, боевик, мистика, ужасы, романтика. Кхм-кхм. Простите, меня иногда мутит от жанровой качки. В общем, выбери сериал один тон, и возможно, это пошло бы ему на пользу. Но имея, что имеем, до последнего сезона дожили только истинно любящие проект. Ну а следом мы переключимся на супергеройскую солянку. Легенды завтрашнего дня. Как таковых, личных претензий я к нему не имею. Комиксы я их не читал, но смотреть перестал после второго сезона. Просто для меня их истории как-то немного скучноваты. Да, они абсурдные, но как-то по-детски абсурдные. И я на них в прямом смысле слова засыпал. Да и персонажей не зацепили. Последний, кто хоть как-то был мне интересен, был и Абарт Тоун. И я действительно понимаю, почему кто-то их любит. Но меня не зацепило. Это же я могу сказать и про несколько других проектов, отчасти потому, что их герои мне так же не особо интересны, как и Бэтмен. Супергерл. И я посмотрел первые два сезона и понял, что на больше меня не хватит. Просто истории стали для меня какими-то однообразными и с явным уклоном в женскую сторону. Черная молния. Нет, не это. Вот это. В принципе, тут та же история, что и Супергерл. Посмотрел два сезона, наскучило, потерял интерес, перестал смотреть. Ну и третьим будет Бессильные. Кто? Кто-то еще помнит этот проект? Если нет, то да, он тоже был от компании DC. И если Легенд и прочих я посмотрел по два сезона, то Бессильные мне наскучили уже после двух серий. И хоть там и снимался один из моих любимых актеров, великий и ужасный Алан Тьюдик. Это дело все равно не сильно помогло. Идея показа таких персонажей могла бы сработать, если бы была более тесная связь с кино или сериальной вселенной, как у Марвел в Агентах Щ.И.Т. Показывающих, что происходит в мире, помимо Мстителей. В Агентах то и дело мелькали персонажи, вещи, отсылки или сам Ник Фьюри. Ну а так я не вижу какого-то особого смысла смотреть именно на этих персонажей, если можно посмотреть нормальную супергеройку. И мы еще вернемся к этой проблеме. В сериале, который я приберег, у нас сладенькая. Ну а пока что Готэм. Против Готэма больше его части. И я ничего особо не имею. Мне понравилась идея показать Бэтмена юнцом. И было занятно увидеть, как все начиналось. А сам сериал я досмотрел до конца. Но досмотрел я его скорее из любопытства, нежели из любви. А причина проста и банальна. Создатели зачем-то начали дико мудрить. Зачем-то припрели мутантов из Темного Рыцаря. Айви выросла. Экранизировали ничью землю. Про Джокера, Джерома, Джеремию, Джеремию, Джеребибу я вообще молчу. А ведь до третьего сезона все было более-менее. Я не спец, но у Бэтмена огромная база. И как по мне можно было найти какие-то другие истории для экранизации. А финал. Финал это изюминка происходящего звездеца. А давайте, давайте в конце сериала про Бэтмена. Не будет Бэтмена. Это же гениально. И ладно, стрелу вертело от сезона к сезону. В финальном сезоне Готэма перемешкой события можно было яйца взбивать. Так что, как говорится, начали за здравие, а закончили за упокой. Как и наш следующий мертворожденный проект. Болотная тварь. Болотник, так же как и Готэм, имел довольно годный старт. Мистика, тайны, загадки, годные визуалы, музыка. Но проблемы не заставили себя долго ждать. И, пожалуй, главная из них это боссы студии. Которым не понравилась подача сериала. И они сказали ее изменить. Но Джеймс Ван с ними не согласился. Хер тебе в рыло, сраный урод. И сериал прикрыли. Хотя я где-то слышал, что болотная тварь теперь у... С... Седаба. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. И с одной стороны, ну прикрыли и ладно, можно и не начинать смотреть. Но, чуть позже создатель пообещал, что переснимет финал. Великолепно. Значит, будет законченная история. Подумал я. Ой, дурак. Вместо закрытого финала создатели напуевертели в черте что. Персонажи появлялись и пропадали. Вопросы оставались без ответа. А в самом конце появился перст, намекающий на продолжение. Которого не будет. В общем, я не знаю, что там было изначально, в конце и что он там переснимал. Но после конечного результата охота воспользоваться туалетной бумагой. Хотя близкий друг твари. Мне очень даже по душе. Константина я ждал и смотрел с удовольствием. Шикарный каст и годная история сделали свое дело. И я до сих пор не понимаю, почему сериал завернули после первого сезона. Я не понимаю его! Самое обидное, что я смотрел сериал не посерийно, а ждал его выхода целиком. И вот, я досматриваю сериал и читаю новости. О, черт. Да, кто-то скажет, что Костик мигрировал в легенды. Но, как я говорил, в отличие от Сольника, в легендах сама атмосфера не для меня. И один костяшка это не исправит. Ну и ладно. А также к сериалам, которые я смотрел с удовольствием, я могу отнести Роковой патруль. И Старгелл. Для меня это два отлично, чуть ли не идеально сбалансированных сериала. Безупречный баланс. В них есть все. Юмор, драма, абсурд, экшен и все это не мешает друг другу. Трэш, абсурд и дикость патруля не мешает тому, что в нем есть. Грустные или даже тяжелые моменты, когда переживаешь за персонажей. А детская наивность Старгелл не мешает ее увлекательным приключениям. А поэтому Константин, Патруль и Стар находятся для меня на вершине сериальной пирамиды DC. И я очень буду надеяться, что продолжение этих сериалов, ну кроме Константина, не похерят их оригинальную подачу. Титаны, несмотря на свой годный каст, сюжет и визуал, в плане подачи информации, огромный бассейн, полный воды. Каждая серия просто переполнена пустотой. И хоть идет по 45-50 минут, но важного в ней минут 10. Итого, информацию из двух сезонов можно уложить в пять годных серий. Лично я проверяю насыщенность сериала тем, что я могу вспомнить из серии спустя час после ее просмотра. В Титанах из 50-минутной серии я могу вспомнить два-три основных события по пять минут. А вы, наверное, помните, за что мы полюбили мультсериал Юные Титаны? Забудьте. Тут у нас гиперсурьезное кино. А злодеи, которым подводят весь сезон, сливаются почти так и не успев появиться. Но самое обидное личное для меня то, что дико харизматичного аквалада тупо слили. Скорее всего, чтобы ввести его более скучную, но удовлетворяющую современным трендам версию. Да, признаюсь, после выхода самого первого трейлера я явно надеялся на что-то другое. И также буду надеяться, что в следующих сезонах ситуация улучшится. Оставь надежду всяк сюда входящий. Ну а теперь, внемлите. Венец творения. Лучший сериал DC. Встречайте. Флэш. Скажу сразу, в этих претензиях я опускаю первый и второй сезон сериала. Эти два сезона мне очень даже понравились и против них я ничего как такового не имею. Ну а начиная с третьего сезона, проблемы Флэша... Давайте по порядку. Для начала он объединил в себе все плохие качества экранизации чего-либо. Он ужасно не каноничный. Нет, сериал берет иногда за основу каноничные события и коверкает их. Вспомнить хотя бы тот же Флэшпоинт. На секундочку. Из Флэшпоинта можно было сделать такой огромный кроссовер-кризис. Хоть отдельный сериал запускай. Тут тебе и новые идеи, и переосмысление. И можно было даже показать героев злодеями, злодеев героями. Но в сериале создатели подумали такие, а давайте Флэшпоинт просто спасет маму, пару деньков побывает в новом мире, и на этом все. Но там же огромная база комиксов. И на этом все. Ладно, события. Персонажи тут так же пережеваны и выплюнуты. Возьмем как пример основу. На ком построен сериал? Айрис Уэст Аллен. Нет. Но к ней мы еще вернемся. И я говорю про Барри Аллена. К самому актеру в плане флэшевости, как таковых замечаний нет. Да, не блондин и чутка дрыщеват, но харизма есть и этого не отнять. Но к нему мы еще так же вернемся. Претензия снова же к создателям, которые почему-то считают, что Барри Аллен тряпка, и его постоянно, ежесерийно нужно кидать в ситуации, где ему нужно ныть. Да блин, каждая серия это маленький драматический фильм. В комиксах Флэш позитивный персонаж. И если он и переживает, волнуется, боится, то он прячет это за шутками или сарказмом. Самый близкий аналог, который приходит мне на ум, это Челопук. В сериале же то и дело его пробивает излить чувства или пореветь, а иногда и то и другое. Но с горем пополам я бы готов был это принять или простить, если бы не удар, оскорбивший лично меня как фаната. Дево, он же мыслитель, запер Барри и на его глазах убил девушку. Вытащи ее! Ральф, мы не можем, не выйдет. Да, ситуация вроде как безвыходная, но проблема в том, что Барри сдался. Мне сразу вспоминается случай, когда Флэш перенес огромную кучу людей, чтобы спасти их от взрыва. Да, это был Рыжий Воли Вес, но особой роли это не играет, потому что в сериале многие из его приключений все равно перекинуты на Барри Алина. Он был вымотан, но он это сделал. Вот за это я и люблю комиксового Флэша. Что бы ни случилось, он всегда хотя бы попробует. Неважно получится или нет, но он попробует всех спасти. При этом оставаясь в позитивном настрое. Почему-то мне кажется, что в сериале эта ситуация выглядела бы так. О боже, о боже, что же мне делать? Циска, Кейтлин, Айрис, что мне? Делать. Ну, у меня вряд ли получится. Тут ничего не сделать. А, ну и третий вариант. Хотя третий вариант все равно будет по исходу первых двух. А ведь в первых сезонах Барри был позитивным добряком, но стал тем, что мы знаем сейчас. И я бы понял, если бы таким образом они хотели переосмыслить персонажа. Например, с тем же Савитаром у них вышло очень даже неплохо. Но в случае с Барри, они его не переосмыслили. Они его убили. И за таким дисбалансом событий и персонажей, так же, как и в Стреле, наблюдать очень сложно. И попросту не хочется. А что? Давайте не будем. Сериал все равно сам пытается выжить Флэша из себя. То и дело, Барри исчезает, уезжает или занят чем-то левым. И на передовую выходят они, команда Флэша. Ааа, вопрос. А кому на них не срать? Кому-то действительно интересно наблюдать отдельно за Айрис с ее командой? Или за Циска с Кейтлин? Возможно, но все же вряд ли. Но все к тому и сводится, что скоро интро будет, как в сериале Великая. В камео возможно появление Флэша. И, пожалуй, главная проблема, если обобщить все вышеупомянутые, то, что сериал обездушили. Лишили нас приятных персонажей, и многие, кто влюбился в первый сезон, бросили его в дальнейшем. Я же смотрю сериал сугубо из-за интереса, а что или кого еще нам покажут. В общем, смотрю Флэша ради кого угодно, кроме Флэша и его команды. К примеру, взять тоже сверхъестественное. Первые шесть сезонов, конфетка. Еще четыре, ну такое себе. И еще пять, бэ. Но знаете что? Я вот догнал уже пятнадцатый сезон. Так-то надо узнать, чем все закончится. И каким бы пятнадцатый сезон не был вторичным, какими бы не были временами скучные истории, я все равно переживал за персонажей. А в одной из серий я даже пустил мужскую скупую слезу. Сейчас будет небольшой спойлер, так что выключите звук. И включайте обратно, когда надпись исчезнет. Ну а слезу из меня выдавила смерть Равене. Все, включайте звук. То есть главный это персонаж или второстепенный, неважно. Я, да и думаю, как и многие из вас, не хотим, чтобы с ними произошло что-то плохое. Как бы мы от них не устали. А вот теперь снова. Кому не срать, если умрет Циска, Кейтлин или, например, та девочка, имя которой я за два сезона так и не запомнил. А может быть Барри? Ну ладно, на Барри может и не совсем насрать. Только потому, что он главный персонаж. Пока что. Но недавно сериал вогнал последний гвоздь в крышку своего гроба. Уволив Хартли Сойера. Исполнителя роли Ральфа Дибни. Удлиняющегося человека. Угадайте за что? За твиты 8-6 летней давности. И да, с одной стороны, там были реально жесткие твиты и про женщины, и про детей, и про темнокожих. Но ёблин моё. Последние твиты за 2014 год. И если бы он реально был каким-то таким неадекватом, то уж в наше время на него бы точно поступали какие-нибудь жалобы. Но их нет. А поэтому я могу предположить, что эти твиты были не более чем попыткой привлечения внимания к себе. Я на своём личном примере знаю, как можно переосмыслить свою жизнь всего за один год. А тут 6 лет. За которые на актёра никто и никогда не жаловался. Но это у нас одна сторона монеты. С другой стороны монеты у нас каст сериала, который поддержал слова Эрика Уоллеса. Сами слова я зачитаю чуть позже. Все пролайкали, прорепостили, Хартли Сойер такой плохой, бу-бу-бу-бу-бу-бу. И да, я понимаю тот факт, что все боятся и держатся за свои места. Во флэше. Но также я вспоминаю тех же Стражей Галактики, которые вступились за Джеймса Ганна. И не в тонущем сериале, а в процветающей киновселенной. Ну а Дэйв Батиста, исполнитель роли Дракса, даже говорил, что не будет сниматься в Стражах без Ганна. Вот вам и разница. Другие ребята играют семью, а в жизни змеи. Да, в США сейчас ситуация патовая, но хоть кто-то из каста мог бы его и поддержать. Само же заявление Эрика Уоллеса звучало вот так. Этим утром многие из вас узнали о том, что Хартли Сойер не вернется в седьмом сезоне Флэша. Его твиты в социальной сети разбили мне сердце и очень меня разозлили. И они отражают огромную проблему в нашей стране. Потому что наша страна до сих пор одобряет и защищает постоянные притеснения, подсознательные и не только. Терроризирование и жестокое обращение с черными и коричневыми людьми. Поэтому жители нашей страны поднялись и говорят, хватит выйдя на улицу, требуя серьезных перемен. Поэтому я тоже намерен привнести большие изменения в процесс производства Флэша. Да, это семейный сериал, но он для всех. Это касается и семьи с черным и коричневым цветом кожи. В целях содействия этому я продолжу искать сценаристов, режиссеров, актеров и продюсеров с всех полов с черным и коричневым цветом кожи. Которые помогут рассказать историю Флэша. Запомните этот момент. Их истории тоже часть американской истории. И они должны быть услышаны. И чем больше вы будете видеть и слышать нас, тем быстрее вы поймете одну простую вещь. Мы тоже люди. Тех, кто до сих пор не понимает, почему столько американцев вышли на улицы и хотят, чтобы их голоса услышали, я прошу обдумать вот что. Каждый раз, когда черного или коричневого человека притесняют, причиняют вред или убивают, как в случае Джорджа Флойда, Ахмада Арбери, Бриона Тейлор и многих других, вся наша страна раскалывается и все больше отдаляется от любых моральных ценностей. О наличии которых часто говорят по всему миру. Убийство это не демократия. Систематические и общеорганизованные привилегии белых это не равенство. Притеснение свободной прессы с помощью насилия это не свобода. Единственный путь для вас быть свободным, тот где свободны будем мы все. Во всю эту ситуацию с убийством Джорджа Флойда я лезь не буду. Но, как я и сказал, в его сообщении есть один интересный момент. Как сказал Эрик Уоллес, я буду искать темнокожих людей всех полов, чтобы они рассказывали историю Флэша. Дядя, а может ты будешь искать не по цвету кожи, а по таланту? Лучше найди годных сценаристов, чтобы они смогли писать хорошие истории. Годных режиссеров, чтобы они смогли все красиво снять. Да в конце концов, найди хороших аниматоров, чтобы Флэш не выглядел как резиновая дилта на экране. И пускай они будут темнокожими, белыми, да хоть зелеными, как Гамора. Главное, чтобы с работы со своей справлялись. Фух, вроде все, что накипело, высказал. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А если что-то не понравилось, то пишите об этом в комментариях. А в описании вы найдете ссылки для вашей поддержки канала. А также ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Всем большое спасибо за просмотр. Ким, мы боги Седаба и мы тебя услышали. Мы сделаем сериал лучше. Чего ты хочешь? Хочешь, мы сделаем Барри Алина сильной и независимой девушкой? Что? Нет? Может ты хочешь, чтобы Барри Алина стал ЛГБТ? Зачем это? К чему? Нет? Я понял. Давай мы сделаем Барри темнокожим. Но уже же есть воли. А мы и Барри сделаем. Ну, если это ничего не изменит, то тогда нет, я привык к такому Барри. Ну и по-моему, ты досраг. Ты сам не знаешь, чего ты хочешь. Идешь к ним на встречу, он, блин. Ну, 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 Продолжение следует...